Винник Ты знаешь, что Светик собирается делать дальше? Я же говорил, он хочет проверить все связи Мальковца. А что, ты что-нибудь вспомнила? Что я могу вспомнить? Ну ладно, ладно, не нервничай. Нет, ничего не вспомнила. Все сплю. Хорошая вещица. Я готов ее купить у вас. Хотите за нее сто баксов? Сто баксов? Вы шутите? А сколько еще вы хотите за копию? Это не копия. Копия, голубчик. На вашу беду я хорошо знаю историю этой вещицы. Некогда она принадлежала Наполеону. Он подарил ее Жозефине. И вот однажды в полуссоры, горячий был человек, он швырнул ее на пол. И вот здесь откололся маленький кусочек. Придворный ювелир ее реставрировал. И здесь должна быть спайка. А ее нет. Это легенды. Вы просто хотите меня развести? Что за слова? Если хотите, давайте проведем экспертизу. Поверьте, нас это хороший кофе. Я готов ее у вас купить. За сто баксов. Ну, хорошо, пусть не за сто. Работа действительно хорошая. Ходите девятьсот. Да нет уж, спасибо. Простите, что побеспокоил. Каким бы ни был этот Светик, он тоже человек. И, естественно, хочет знать, кто убил его брата. Что он хочет, мы никогда не узнаем. Потому что он подлый тип. Да, согласен. Но он предлагает выход. Это не выход. Какой ты гипнотизер. Так, Рая, мы тоже с тобой не специалисты. А врачу ее надо обязательно показать. Он даже лечить не будет. Он просто поможет ей вспомнить. Да он поможет ей еще сильнее себя оговорить. Откуда ты знаешь, что хочет от нее Светик? И за что он там заплатит этому врачу? Ну, смотри. Только бы ты не сделала ей хуже. Я ей хуже не сделаю. Ты видишь, что вокруг нее творится? Кто еще поможет, кроме меня? Ох, Рая, Рая. Как бы ни подвела тебя это. Твоя слепая любовь. Отгорел фейерверк, перестала вертеться, шутихо. Блеск одежд карнавальных обернулся унылым тряпьем. Опустел балаган и на рыночной площади тихой. То, что было театром, становится нашим жильем. Мне не быть для тебя ни волшебной звездой, ни богиней. Я твой друг, орлики. Потому и доводится мне быть гораздо умней, чем положено быть в Колумбине. И гораздо добрей, чем положено просто в Жене. Я до смерти с тобой поделю и очаг, и подмостки. Если занавес помнят, я буду смеяться и петь. И следить, чтоб завистник в той игре не подсыпал и звездки. И любить тебя так, как никто не сумеет посметь. И любить тебя так, как никто не сумеет посметь. Ян Семенович? Слушаю вас. Что слушаю? Что слушаю? Это я тебя сейчас слушать буду. Как у меня оказалась подделка? Андрей Андреевич, этого не может быть. Это факт. Я нашел покупателя, который мне за нее сто баксов обещал. Да еще рассказал мне красивую историю о том, как Наполеон швырял ею в Жозефину, понимаешь? И кусочек отбил. Фибу отреставрировали, но спайка осталась. Ясно? Да все правильно. Спайка она и была. Так и есть. Вот этой красивой истории я, конечно, не знал. Но она была реставрацией 19 века, правильно. Так вот, нет на ней никаких следов. Это фальшивка. Короче, мы сейчас с тобой встретимся, и ты расскажешь мне все как на духу. Мне нечего вам рассказать, Андрей Андреевич. Я свое дело сделал, экспертизу я провел. А встретиться, извините, не могу, очень сильно занят. Что значит занят? Ты что, кинуть меня решил? Где настоящая фибула, черт тебя дери? Уважаемый, не кричите так, во-первых, у меня ушуха болит. А во-вторых, где фибула, я не знаю. Не знаешь, да? Ты привел ко мне этого Петра Аркадьевича, голову мне морочил, а теперь не знаешь, где он. Боюсь, ничем не смогу вам помочь. Еще трубку будет бросать, сволочь. Че квелый-то такой? Да так. Хочешь? Спасибо. Че, проблемы что ли какие? Проблемы. Жена написала, что беременна. Ни хрена себе, поздравляю. А следователь свидание дать не хочет. Говорит, покажешь, куда делал о роде преступления, тогда дам. Так, к чему проблема-то? Покажи им лисичку и все, да спрятал. Лисичку? Ну, лисичку это по-нашему ножик называют. А если финка, то говорят, еще беда. Покажи, где ей все дела. Не могу. Почему? Потому что не был я там. Да. Можно? Можно. Не помешал? Нет. Проходите. Спасибо. Галочка, тут вот какое дело. Хочу попросить тебя, чтобы вы с Рустиком работали в ваш номер. Как раньше? Ну, как раньше. А что поделаешь? Иван-то выпал у нас из программы. Номера принцессы цирка больше нет. А, как говорится, шоу мозгу. Ну, в смысле, покой нам только с Ниццем. Человек в тюрьме. А мы будем сейчас плясать на его костях? Галочка, я понимаю, что тебе тяжело. Но ведь, ну, подумай о коллективе. Сборы падают, в кассе денег, чтобы сено купить тело вису. А вы шутите еще, да? А коллектив обо мне думает? Из-за Аси так такой шухер навели, как Иван в беду попал. Как будто так и надо. Ты что, за шухарик кого-то стремаешься? Ты что, там не один был? Да я говорю, не был там я вообще. То есть был, но не убивал, а говорил я себе. Нихрена себе. А зачем? Девушку, которую я люблю, за убийство задержали. Ну, ты даешь. Тут люблю, там жена беременная. Мне бы так. Вот и решил я. На себя все. У меня же все равно дело закрыть надо. Посадят, отсижу. Тут ищи ребенок. Девушки, он уже большой урестит, пока ты срок будешь мотать. Что же делать-то? Подожди, ты куда? К следователю. Да они скоро там с ума от тебя сойдут. Ты же вчера только на допрос просился. И что? Ой, Галочка, ну, что ты такое говоришь? Да что вижу, то и говорю. Давайте еще с музыкой похороним Ванин номер, да? Вот так вот оркестр позовем, да, все играть, веселиться будет. Как будто ничего не было, ни номера, ни Ивана, да? Галя, зритель к нам ходит, чтобы смотреть полноценную программу. А так он вообще откажется к нам ходить. Ну и пусть откажется. Мне наплевать. Мой партнер Иван, ясно? Что ж ты упертая такая? Я понимаю, ты верная жена, это правильно, правильно. Но я тебе за Русечкой не замуж предлагаю уходить. Отработайте номер. Подумай о коллективе, подумай о цирке, в конце концов. Я сказала нет. Коллектив прекрасно обходится без Ивана. Значит, обойдется без меня. Добрый день. Вас что-нибудь заинтересовало? Святослав, вы... Я, я. Чему обязан? Мне нужно узнать от вас одну единственную вещь, которую, я думаю, вы мне сейчас расскажете. Позвольте, молодой человек, почему это вы говорите таким тоннам? Я перед вами ни в чем не обязан отчитывать. Меня интересуют дела, которые вы крутите с Мальковцевым за моей спиной. Что, у вас проблемы с фибулой? А вы как думаете? Вы знаете, это вопрос не ко мне. По просьбе господина Мальковцева я провел экспертизу и установил, что она подлинная. Это все. У вас еще ко мне дела? Кто этот человек? Я не знаю. Вы с ним знакомы? Это клиент господина Мальковцева. Мы случайно столкнулись с ним в дверях. Да, мне показалось, что вы с ним под ручку пришли. Кто он? Где его можно найти? Не знаю, уверяю вас. Спросите у господина Мальковцева. А господин Мальковцев давно его знает? Понятия не имею. Вы знаете, мне показалось, что у них какие-то общие дела. Впрочем, господин Мальковцев будет вам гораздо полезнее. Извините, молодой человек, не могу далее вас развлекать. У меня дела. Хорошо, хорошо. Угощайтесь. Мы с вами еще увидимся. Заходите, поболтаем. Устрои мне разговор со следователем прямо сейчас. Ты что? Я? Да ты. Ты дурочку не валяй. Я тебя давно вычислил. Что ты гонишь? Скажи начальству, что расколол меня. Получше там, что тебе причитается. А? Ты что, думаешь, я стукач? Я не думаю, я знаю. Скажи, что... Скажи, что раскололся парень. Оговорил себя, признался. Что? Ай, честно говоря, я и сам так думал. Да жалко стало тебе. Парафин наводишь на себя какой-то. Я только все гадал. Нахрена тебе это нужно? Теперь понял? Понял. Первый раз такое вижу. Обычно приходилось колоть тех, кто отпирается. Ну, так поможешь? Помогу. А я уже однажды выступала вместо Аси. Когда ее арестовали. Помните? Помню. Ну и что было? Был аншлаг. Аншлаг. Аншлаг? А после этого аншлага в меня все пальцем тыкали и говорили. Вот эта девочка выступает вместо убийцы. Здорово, да? Ну, Галя, ты преувеличиваешь. Преувеличиваю? А сейчас будут все тыкать пальцем и говорят. Она сейчас жена убийцы. Вот такой аншлаг вам нужен, да? Галя, ну, зритель, ты прекрасно знаешь. Ходит к нам не за этим. А вот то, что ты говоришь, это наши внутренние дела. Внутренние дела? А знаете, какие у нас здесь в цирке внутренние дела? Меня все за человека не считают. Я для всех заводная игрушка. Галя туда. Галя сюда. Ну, я понимаю, что тебе больно, тяжело. Ладно. Видимо, зря я приходил и зря я тебя просил. Погодите. Что? Я буду работать в номер с Рустиком. Точно? Точно. Только не потому, что там ваш шоу мозга вон. А потому, что, вы говорите, сборы будут большие. Ну, естественно. А мне сейчас очень деньги нужны. Вам же всем наплевать на Ивана, а мне нет. Поэтому буду работать. Галя, ну, ты глупости говоришь. Будут деньги, мы все будем помогать Ивану. Короче, передайте Рустику, что мы работаем старый наш номер. Спасибо. Спасибо, Галочка. Спасибо. Шоу мозгу вон. Ну, как дела? Какие новости? Что нового? Это ты мне расскажи. Я тут встречался с твоим ювелиром. Почему это с моей? Ну, ты к словам не цепляйся. Он мне рассказывал про какую-то фибулу. Ты не знаешь, что это? Знаю. Это старинное украшение. Что-то в виде застежки для плаща. Молодец, пятерка. А какое отношение имеет это старинное украшение ко всем нашим, так сказать, действующим лицам? Видимо, это та штуковина, которую Светик собирался продать. А ты видел ее? Да. Он как-то вызвонил меня, просил, чтобы я ему нашел покупателя. И что? Ничего. Она же бешеных бабок стоит. Я даже не знал, кому такую дорогую вещь можно втюхать. Веник, а зачем Светику нужна была такая большая сумма? Я не знаю, Ярик. Светику всегда нужны были деньги. То ли он что-то плел про долги в казино, то ли что-то там с бизнесом затруднение, то ли вообще ничего не говорил. Я только помню, что эта штуковина меня очень поразила. То есть ты не помог ему? Нет. Разумеется, нет. Связываться с такими вещами себе дороже. Значит, Светик обратился к Мальковцеву. Он ведь был должен этому нотариусу. Хороший ход. И долг погасил, и вещичку толкнул. Видимо, так. А тот, в свою очередь, обратился к ювелиру для экспертизы. Ну, с этим все ясно. Непонятно только одно. Почему ювелир так нервничал, когда меня увидел? Ну, и объясни, что это значит? Да я думал. Не надо тебе думать. Твоя задача быть на рабочем месте в 9.30. Понимаешь? Я думал на 5 дней. Не надо думать. Я еще раз повторяю. Приходи на рабочем месте, и все. Вот твоя задача. Все. Иди. Если еще раз такое повторится, уволю. Альдемар, можно тебя на минутку? Да, можно. Слушай, вот взял нового. У него... У него... Да, Рая, я слушаю. Знаешь, я думала... Господи, и ты тоже. Я всю ночь думала. Ася опять кричала. Опять у него был кошмар. Ну, вот я тебе говорю. Я же тебе говорил. Ее нужно обязательно показать доктору. Я думаю, что надо соглашаться. На что? А, да. На гипнотизера. Угу. Потому что она действительно... Действительно поймет, что она не убивала. Ей станет легче. Ну, да. Да. Тогда я звоню Святославу. Ну, что поделаешь. Звони. Только ни в коем случае Ася не должна узнать, что это доктор от него. Ну, это понятно. Конечно. Это понятно. Еще у меня есть. Еще есть одно условие. Я не знаю, доктор согласится или нет. Может, так нельзя? Какое условие? Ну, я хочу присутствовать на этом сеансе. Говоришь, Ася не ранничался? Да. Самое главное, непонятно, от чего именно. У него ведь может по жизни быть рыльца в пушку. Может быть, и в пушку. Но только имеет смысл надавить на него. Расскажешь что-нибудь увлекательное, наверняка. Нет, Веник. Для того, чтобы надавить, нужно больше знать. А ты не представляешь, какого труда мне стоило сделать вид, что фибула для меня не новость. Кстати, как ты думаешь, где она может быть? Я думаю, что Светик ее давным-давно продал. Сомневаюсь. Ты же сам сказал, что вещь дорогостоящая. Ты бы наверняка заметил, если бы Светик внезапно разбогател. Федор Михайлович Достоевский. Идиот. Остроумно, правда? Там пусто. Как видишь. Я, кстати, понял, о чем идет речь. Правда, я никогда в детстве не называл эту вещь фибулой. Так, брошка и брошка. Это ваша фамильная драгоценность? Это вещь покойной Марины, дочери Павла. Вот только интересно, мама знает, что Светик пытался продать эту фибулу. Здравствуйте, тетя Алена. Привет, Русь. Налейте мне чайку и пирожок с яблоками. Я смотрю, ты прям такой веселый. Род тут у тебя души. А вы еще не знаете? Так мы выступать будем с Галкой, как раньше. Как это выступать? Что, она на лошади скакать будет? Ну да. Ты что, Рустика ешь нельзя? Это почему? Она же беременная. Ты что, не знал? Нет. На таком сроке скакать, это самое опасное. Не дай бог выкинет еще на арене. Ты что, у нас так несчастных в цирке хватает. Еще одна прибавится. Значит, говоришь, ты ни в чем не виноват. Да не убивал, я оговорил себе. Угу. А как за решеткой посидел, так передумал на себя напраслину возводить. Да дело не в этом. А, как лихо начинал. Я убийца, вяжите меня. Да, брат, быстро ты обломался. У меня жена беременная. Угу. Стала ведь бывшая невеста теперь побоку. Срок мотать за нее абсолютно незачем. Хочется домой, к детям. Понимаю. Отпустите? Ну, почему нет? Он Романова спит и видит, как бы снова сесть за это убийство. Приходит ко мне, ноет. Я убийца, посадите меня, пожалуйста. Вот посадим вместо тебя. Погибнет она здесь. Ну, что делать? Кто-то ведь должен ответить за ваше долбанное убийство. Да я под своих слов никогда отказываться не стал. А жена с ребенком как? Как ребенку объяснишь? Отец сидит в тюрьме за убийство, которое не совершал? У ребенка же вся жизнь наперекосяк. Да. Веселую жизнь ты себе устроил. Ну так что писать-то? Погодите. Аське нельзя здесь. Значит, считаешь, что ты мне ничего не говорил? Оставим здесь твои признательные показания. Да погодите вы. Слушай, ты уже реши раз и навсегда, убивал ты или нет. А будешь мне голову морочить? Загремишь в карцер. Тебе все ясно? Все. Боже мой, кто же еще? Кто там? Можно? Запросто Рустику. Узнаешь? Еще бы. Вальдемар сказал, мы будем выступать. Да. Как в старые добрые времена. Ты не рад? Очень рад. Но разве тебе можно? Ты уже знаешь? Слухи быстро расходятся. Так ведь нельзя же тебе, наверное? Ерунда. С чего ты взял? Ну, а вдруг с ребенком что-то случится? Ничего не случится. А почему это должно случиться? Ну, я слышал, на маленьком сроке это особенно опасно. Глупости. Мужчины вообще об этом ничего не знают. На маленьком сроке как раз и можно. Может быть, упростим номер? Нет. Выкинем из него двойное сальто. Угу. И совсем не на что будет смотреть. Рустик, ты что? Мы должны хорошо отработать номер. Нет, я бы сказала, отлично. Какая же ты все-таки отважная. Да я не отважная. Просто выхода другого нет. Мне нужно помочь Ивану. Поэтому, Рустик, номер мы должны отработать на ура и заработать много-много денег. М? Сынок, как хорошо, что ты зашел. Я так нервничаю, когда тебя нет рядом. Садись. Может быть, поешь что-нибудь, нет? Нет, спасибо. А кофе? Тоже не хочу. Нет, ну выпей, выпей. Я тебе налью. Рассказывай, как у тебя дела? Как там Ася? Угу. Она согласилась на гипноз? Пока не знаю. Угу. Но Вальдемар, это директор цирка, он обещал уговорить и Асю, и Раису. Понятно. Твой любимый Зефир. Мам, скажи, помнишь, у нас была такая старинная брошка, которая все время лежала в шкатулке? О. Какая брошка? Ну, ты говорила, она осталась от Марины. А. Ну да, помню. Кстати, если быть точным, это не просто брошь, это фибула. Ну и что там с этой фибулой? Похоже, эта вещь была у Светика. Он пытался ее продать. Вот только продал он ее или нет, неизвестно. Но сейчас ее у него нет. Посмотри, что я нашел. И что? Открой. Это что, тайник, что ли? Ну да, и по размеру подходит. Ай, Светик, Светик. Мама, расскажи, что ты знаешь об этой фибуле. Что рассказывать? Это длинная история и очень запутанная. Странно, я столько лет таскала ее и даже не предполагала, что она стоит безумные деньги. А когда это выяснилось, я вдруг обнаружила, что она исчезла. Ты понимаешь, что лошадь надо мыть? Ну что, Рустик, готов? Я-то готов. Молодец. Что значит, я-то? Иди, Элвис, сюда, я в сапа больше. Якоч. А, якоч. Что значит, я готов? А кто, Элвис вял или Галька передумала? Да нет. Она-то рвется в бой. Ну, отлично. Только ведь нельзя ей. Что-то нельзя? Вы сколько раз работали этот номер? Ну, ее-то в состоянии. В каком состоянии? Я Гальку видел недавно. Прекрасное состояние. Ну, капризовую, конечно. Ну, Галку, ты знаешь. Не без этого. Но она же беременна. Что? С чего ты взял? Я думал, вы знаете. Я вообще в этом цирке узнаю все последним, как обманутый муж. Это она что, сама тебе сказала? Нет. Сначала Алена нас бледничала. А потом, да, сама. Ничего не понимаю. А почему она мне ничего не сказала? Она вообще-то выступать-то может? Ну, говорит, что может. Она говорит, что срок маленький, это не опасно. А Алена говорит, что наоборот. На маленьком сроке как раз и опасно. В общем, я в итоге вообще ни черта не понял. Ты с этим бабами вообще ничего не поймешь. Так, значит, говоришь, она может выступать. Да. Но, по-моему, она храбрится. Говорит, что хочет заработать побольше денег, чтобы побочь Ивану. Ну, а вдруг что-нибудь случится? Ой, да уж, действительно. Вальдемар, коли уж она на все готова, чтобы денег заработать, может, и вы тоже поможете им? Я вам что, палочка-выручалочка, что ли? Вальдемар поможет. Я вам сейчас так помогу. Я сейчас пойду и поговорю с ней. Нет, я догадывалась. Я предполагала, что она у Светика. Мам, он пытался продать эту вещь через Мальковцева. Вероятно, таким образом он хотел с ним расплатиться. Нет, нет, нет. Он ее не продал ему, потому что с Мальковцевым расплатилась я сама. А вот... Да-да-да. За несколько дней до свадьбы... Что? Я намекнула Светику, что хорошо было бы вернуть семейную реликвию. А он? Ну что он? Он отказался, отшутился. Сказал, что это ему возмещение морального ущерба, что это для него свадебный подарок. Так значит, за несколько дней до свадьбы эта Фибула была еще у него? Да, вероятно. И это значит, что в ночь убийства она была у него в квартире. Вряд ли за несколько дней он мог найти покупателя. Да, наверное, и что? Потому что теперь ее нет. Значит, убийца забрал ее. И, возможно, из-за этой безделушки убили Светика. Боже мой! Мама, ты понимаешь, если мы сейчас найдем Фибулу, мы найдем убийцу. Господи, что за день, а? Войдите! Ну, девочка моя, ну, что ж ты мне ничего не сказала-то? Вы об этом? А что бы это изменило? Ну, как? Ну, я бы как-то помягче с тобой говорил, по-отцовски как. Да ладно, я привыкла. Ну, прости ты меня, дурака-то старая была. Да я не сержусь. Может, это действительно не стоит выступать? Я уже так решила. Буду, значит, буду. Это хорошо, хорошо. А как себя чувствуешь? Нормально. А вот эти вот признаки, там, солененького хочется, тошнит? И тошнит, и хочется. Ну, это уже не у всех бывает, вот эти вот признаки-то. Это же не у всех. Может, и витамины какие попить, диет какой попридерживаться. А ты у врача-то вообще была? Была. Что говорит? Эльдемар, вы мужчина, и вам не стоит знать такие подробности. Ну, да, но я же помочь хочу. Мне можно помочь только одним. Сколько? Не стесняйся, я... Эльдемар, мне другая помощь нужна. Мне нужно, чтобы вы помогли Ивану, так же, как помогали Асе. Ну, за это не переживай. Я помогу. Обязательно. Ты, главное, работай. Выступай. Я ничего плохого не думаю. Кстати, у меня есть информация, которая может нашему Ивану очень помочь. Злосчастная Фибула. Но знаешь, если это так, то слава Богу. Ты о чем? Ты не понимаешь? Если Светика убили для того, чтобы украсть Фибулу, значит, тебе уже ничего не грозит. Господи. Вот об этом я как раз меньше всего думал. А я только об этом думаю. И кто бы ни был этот человек, он уже своего добился. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извини. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да-да-да, здравствуйте, Вальдемар. Что? Она согласилась? Вот и отлично, спасибо. Да-да-да, конечно, я прямо сейчас звоню доктору и перезваниваю вам. Счастливо. Раиса дала согласие. На сеанс гипноза для Асти? Да. Поздравляю. А что, Попов? Неужели тебе удалось его уломать? У него же был жуткий скандал со Светиком. Даже Павел ничего не мог сделать. Я помню, Попов ушел из клиники, хлопнув дверью. Мам, главное, что Раиса согласна. А она что, была против? До этого категорически отказывалась. Ой, не знаю. Зачем ты в это ввязался? Вот он, телефон Попов. Послушай, я сегодня целый день бегаю. Из прокуратуры в СИЗО. Из СИЗО в прокуратуру. И все из-за тебя. А уже ночь на дворе. Твои дети еще не родились, а мы и, между прочим, меня дома ждут. Вам повезло. Да. Короче, если есть что рассказать, говори. Быстренько все запишем и покойкам. Ну? В общем, пишите. Я обманул следствие. Когда именно? Когда сказал, что я не виновен. Я убил Ярослава Романова. Я знаю, где лежит орудие убийства. Почему вы не пишете? Да я запишу, запишу. Ты говори. Или это все? Я покажу, где лежит орудие убийства, но при одном условии. Так, на пять двадцать пять. Ну, какие еще у тебя условия? Если вы дадите мне возможность увидеться с женой. Или хотя бы поговорить с ней по телефону. Ну, мы не звери. Звони. Только учите, Рябинов. Если обманешь, пеняй на себя. Если честно, я боюсь. Боюсь вспомнить что-нибудь ужасное. Ведь недаром я это забыла. Не нужно, боец. Вы будете, ну, словно разглядывать фотографии. Фотографии? Да, картинки. То есть, даже если вы участвовали в каких-то неприятных событиях, сейчас вы будете смотреть на них со стороны. Никакого эмоционального воздействия они на вас не окажут. Сядьте поудобнее. Когда я досчитаю до трех, вы заснете. Закройте глаза. Хорошо. Вы совершенно спокойны. Вы слышите только мой голос. Вы слышите только меня. Ваши руки расслаблены. Все ваше тело расслаблено. По нему разливается приятное тепло. вас качают ласковые волны. Вам хорошо. Нет. Нет, все это напрасно, доктор. Нет, мне нехорошо. Мне, наоборот, очень плохо. Не нужно торопиться. Мы только начали. Нет, ничего не получится. Только зря время на меня тратите. Доченька. Нет. Но доктор же знает, что делает. Знаете что, давайте-ка попробуем еще раз. Вальдемар, добрый вечер. Эта слава вас беспокоит. Не вернулись еще Ася с Раисой? Да нет, еще не вернулись. Я уже сам начал беспокоиться. Святослав, а почему так долго? Доктор не говорил, сколько длится этот сеанс? Да, как-то в голову не пришло спросить. Вальдемар, у меня к вам просьба. Как только они вернутся сразу, позвоните мне. Просто скажите, что они уже дома, ладно? Да, конечно, я обязательно позвоню. И все-таки Святослав, а почему... Может быть, что-то случилось? Все у нас с вами, Ася, получится. Вы не волнуйтесь. Сейчас расслабьтесь и закройте глаза. Когда я досчитаю до трех, вы заснете. Один. Ваши веки наливаются тяжестью. Два. Руки расслаблены. Ноги расслаблены. Три. Вы спите. Был день вашей свадьбы. Вы с мужем вернулись домой после праздничного ужина. Что было дальше? Да, мы пришли. Слава поцеловал меня и пошел в душ. А потом? Потом я постелила постель, переоделась. И тут пришла Саша. Послушай, я тебя сколько раз просила не встречаться со Светиком? Просила. Ну, да, но могут быть у людей какие-то дела. У людей могут быть дела, а у него нет. У него не дела, у него делишки. И ты их обстряпываешь вместе с ним. Послушай, мы выясняли, кто убил Ярика. Мы? Да ты никогда не узнаешь, что хочет Светик на самом деле. Понимаешь, он использует людей. А ты идешь у него на поводу. Между прочим, не понимая, что по отношению ко мне это самое настоящее предательство. Почему предательство? Почему? Подумай, почему. Да потому что в таких случаях люди обычно принимают чью-то сторону. Либо ты с ним, либо ты со мной. Саша, я, между прочим, это делаю ради тебя. Вот как? Чтобы быть в курсе. Потому что если бы я не был в курсе, я бы не придумал тебе алиби. Что ты ко мне пристал со своим алиби? Я не виновата. Мне ничего не нужно. Им вообще можешь общаться с Светиком, сколько вздумаешься. Саша, успокойся. Я, пожалуйста, я ненавижу его. Ненавижу. Это он должен был умереть. Он! Я досчитаю до семи, и вы проснетесь. Один. Вы совершенно спокойны. Два. Вам хорошо. Три. Все неприятности этого вечера остались далеко позади. Четыре. По всему вашему телу расслевается легкость. Пять. У вас ясная голова. Шесть. Больше всего на свете вы хотите сейчас увидеть свою маму. Семь. Вы проснулись. И что вы узнали, доктор? Это я убила его. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok